Я автослесер 4-го разряда, а дружок мой охранник в ночном клубе. Как-то говорит, если хочешь хорошие бабки срубить, поехали со мной. У нас, говорит, в элитном дамском клубе стриптизер за ним мог. Открытый вывих левого бедра. Надо подменить. Приезжаем, хозяйка спрашивает, вы кто? Я говорю, стриптизер-автомеханик, зовут Степан. Она говорит, отлично, Степа, да, мы уже собрались. У нас сегодня новогодняя корпоративная вечеринка. В зале лучшая половина человечества, тещи. Нужно их довести до иступления. И тут она выталкивает меня на сцену, как был из гаража. В фуфайке, в ватных штанах и в сапогах. Овация в зале продолжалась минут пять. Слышу, хозяйка кричит, пора раздеваться. Ну, я фуфайку снял и кручу над собой. Слышу, тещи кричат, нам кидай! Ну, я и запустил ее в зал. Одна поймала, ее тут же унесли. В карманах были пассатижи, болты, гайки, лом, кувалда и три домкрата. Я продолжу. Снял сапог вместе с носком в виски-стон. И кидать не надо. У меня ж пятки дюбеля забиваю. Ногтям по крышку Собода снимаю. Когда я пытаясь снять штаны, начал откручивать проволоку на ширинке. В зале послышались крики, браво и громогласные, ура! А когда остался в одних семейных трусах, тещи аж захрюкали от счастья. Сколько дома не раздевался, ничего подобного не было. А тут такой успех. Слышу кричать, танец давай! Я исполнял танец любви яблочков в присядку. Слышу, хозяйка, сволочь, орет, белый танец! Дамы приглашают кавалеров. Но они на меня всем табуном. Чувствую, могут затоптать. Я сапогом замахнулся, кричу, назад сам подойду. И пошел между столиками вульгарной походкой. Вбивая бедрами коктейли со столов. Тут слышу, кто-то сзади обнял меня мертвой хваткой. Я тоже думал руками, бюстом! Еле выскользнул. Спасибо Солидову. Я им до этого обмазался, чтобы блестеть, как все стриптизеры. И тут в мои трусы упала первая купюра. Мне понравилось. Через пять минут я уже сам оттягивал резинку для подношений. Прекратил я это безобразие после того, как одна старуха полезла туда за сдачей. Слышу, хозяйка кричит. Степа, шест! Смотрю, действительно шест стоит. Легким движением руки я сделал из семейных трусов в стринге. И полез на эту трубу, как электрик, на стол. Оказалось, это был ржавый водопровод в стекловате, ждавший ремонта с прошлого века. Поэтому тут же и лопнул. В трусы ударил горячий пар. Когда очухался, понял, что деньги свои я отработал сполна. Но мужской стриптиз с тех пор на дух не переношу. Хотя, когда приглашают, иду, превозмогая страх. Потому что настоящий мужчина должен делать все, что хочет от него женщина. Спасибо. Спасибо.